Добрый день! Мы продолжаем разговор в рамках лекции «Мир человеческий» от Мартина Лютера до Томаса Гоббса и обращаемся к нашему следующему герою, а именно к Жанну Бодену и к его правовой и политической теории. Уже из дат жизни Жанна Бодена видно, что это человек эпохи религиозных войн. Он родился за 6 лет до появления первого издания «Наставление в христианской вере» Жанна Кальвина, и за 20 лет, чуть больше, чем за 20 лет, за 25 до начала серьезных религиозных распри и кровавых столкновений во Франции. Вся его взрослая жизнь проходит под знаменем религиозной нетерпимости. Католики истребляют гугенотов, гугеноты отвечают полной взаимностью католикам. И, возможно, поэтому, а может быть и в силу своего образования, обратите внимание, Боден начинает образование как богослов первые несколько лет, а затем долго учится на юриста в одном из лучших центров тогдашнего европейского образования в Тулузском университете. Так что, возможно, в силу религиозных войн и ангажированности религиозной тематики, возможно, в силу профессиональной ориентации Боден-юрист, еще раз, его аргументативная система, его, если хотите, стратегия подборки доводов, аргументов и даже авторитетов будут принципиально отличаться от всех предшествующих авторов, о которых мы говорили, как от протестантов, так и от католиков. Будет еще одно отличие. Для Бодена точкой отсчета становится не человек. Видите, вот и для Лютера, и для Кальвина, и для Виттории, и потом мы увидим в протестантской политической философии это будет, главная точка отсчета человек, индивид. От его позиции будут разворачиваться все остальные рассуждения и размышления. Там будут идти разговоры о естественном праве, о правах человека, но об этом еще поговорим потом. Но всегда, повторюсь, точкой отсчета будет индивид. Для Бодена точкой отсчета является государство. Republique, он использует французское слово, или республика латинская, соответственно. Его, среди основных авторитетов, на кого он опирается, он читает-то много, кого и знает очень много, он очень начитанный человек. Но основным авторитетом, которого он цитирует, которого он прибегает, которого он потом начинает критиковать, это Цицерон, конечно. И это еще одно отличие Бодена от предшествующих авторов. Для Виттории, скажем, Цицерон предельно значим, да, но он стоит, как бы сказать, на фоне монументальных фигур Аристотеля и Фомы. А здесь Цицерон стоит, как бы сказать, без фона, да, он сам по себе, он используется как самостоятельный философ. При этом Боден знает и Цезаря, и Тацита, и Ливия, он прекрасно знает и Платона, и Аристотеля, хотя очень сильно критикует их. Безусловно, он знает и священные тексты, но, обратите внимание, практически не использует в аргументативной базе. Самые, пожалуй, что частотные ссылки будут даже не на Цицерона, а, разумеется, на свод Юстиниана, свод правовых норм, созданных при дворе Юстиниана Первого Великого между 529 и 541 годами. Основа основ римского права. То есть, ну, это будет обусловлено, повторюсь, его профессией, конечно. И точкой отсчёта, ещё раз верну вас к этому, для него становится государство. Он начинает свою работу, шесть книг о государстве, с определения того, что есть государство. Здесь на полях маленькая пометка, просто чтобы отвлечь внимание немножко. Шесть книг о государстве. Конечно, литературная игра Жанна Бодена. Он, повторюсь, человек очень начитанный. Он знает о существовании диалога Цицерона «De Repubblica Libre Sexe». То есть, шесть книг о Республике. Он их не читал в целом виде, но он знаком с фрагментами. И он встаёт в позицию такого, да, французского Цицерона. Вот, это очень любопытно наблюдать. Вот, так вот, государство Боден определяет, как правильное управление, «Drua gouvernement» по-французски, многими домохозяйствами и тем, что у них есть общего, осуществляемое суверенной властью. Сразу же обратите внимание на второе определение на слайде. Это определение домохозяйства, для которого обычно используется одно из двух слов либо «менаж», либо «фамиль», «семья». Так вот, домохозяйство – это осуществляемое домовладыкой, правильное управление многими подданными и тем, что принадлежит лично ему. Вот теперь посмотрите, пожалуйста, внимательно. Два определения очень схожи. И не случайно Боден уподобляет домохозяйство, правильное домохозяйство идеальному государству. Собственно, для него домохозяйство – это основная, ну, как сказали бы в 20 веке, основная ячейка общества. То, откуда будет развиваться государство, и то, что даст ему стать таким, каким оно должно быть. Однако, государство от домохозяйства, помимо размера, разумеется, будет отличать минимум две вещи. Наличие суверенитета, мы еще поговорим об этом, что это такое. И, обратите внимание, наличие чего-либо общего или публичного. Ведь если нет ничего публичного, пишет Боден, откуда же здесь республика? Очередная игра в слова, но тезис за этим стоящий очень важен. Должно быть что-то, не зависящее от конкретных людей, внешнее по отношению к ним, объединяющие их, собирающие их воедино. И это ведь не просто материальная основа, город, улица, стены, площади, храмы и так далее. Но это, обратите внимание, обычаи, законы, правосудие, награды, наказания. То есть это не просто материальная основа, это еще и социальная основа жизни. Это практики объединения, практики поощрения, практики публичного запугивания, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть перед нами, на самом деле, под понятием публичного выступает вот этот комплекс, который внешний по отношению к человеку, к людям, и который, как бы сказать, сближает их, объединяет их, либо в едином пространстве, либо еще, и повторюсь, в едином образе жизни. Собственно, суверенитет, как называет Албатен, главное основание всякого государства. Это абсолютная и вечная мощь государства, которую римляне называли величием, майестатем, то есть величайшей мощью повеления. Прежде всего, вот в этой точке, в точке разговора о суверенитете, Боден окончательно расходится с Цицероном. До этого момента, до восьмой главы первой книги, Бодена можно пытаться причислять к республиканцам, к последователям Цицерона, неоримской теории, да, ведь та цитата, которую завершала собой предыдущий слайд, о том, что в государстве помимо суверенитета должно быть нечто общее или публичное, или и то, и другое, это на самом деле слегка перефразированный знаменитый пассаж из диалога Цицерона де официис, о должностях. То есть, до этого момента Боден идет нога в ногу с Цицероном. И вот тут суверенитет, вот это вот майестас, которую Цицерон как самостоятельный политический фактор никогда не осмыслял и осмыслить, в общем, не мог. Не было в лексиконе, в политическом лексиконе римлян категории власти как некой самостоятельной сущности. Это длинный разговор, поэтому я здесь просто поставлю такую пометку, что этого для римлян не было, да. характеристики суверенитета, обратите внимание, он вечен и абсолютен. Следовательно, если он абсолютен и вечен, то есть, не ограничен ни в чем, в том числе, во времени, то его нельзя делегировать, его нельзя одолжить, отдать. Отдать можно, но совсем. Предоставить на время нельзя. А это приводит Бодена к утверждению, что любой местоблюститель, любой правитель, поставленный на каких-то условиях, то есть, любой правитель, чья власть чем-то ограничена, не может считаться суверенным правителем. Парадоксально, но факт, тиран, взявший власть силой, но не признающий никаких ограничений, является суверенным, хотя и преступник, хотя и противно человеческому и божественному праву, пишет Боден, но тем не менее. Собственно, критикует, критика Бодена в адрес Цицерона разворачивается и дальше в области теории смешанного правления, знаменитой, знаменитой Цицероновской, до того, по либиевской теории. Боден утверждает, что никакого смешанного правления не существует. Есть три простых формы, мы об этом еще поговорим, но в случае любого смешанного правления подлинный и единственный обладатель суверенитета или суверенный, если хотите. Это, безусловно, народ. А это значит, что любая смешанная форма, она, как бы сказать, недоразвелась, недопроизошла, поскольку по условиям, соответственно, известным Бодену, то, что описано в Дегестах, народ царским законом Леге-Регия передает эту власть императору, монарху. Вот. Так вот, поэтому Боден может, он говорит, что существует исходить три простых формы, да, и не надо утверждать, что есть какая-то смесь, нету никакой смеси. Другой вопрос, что в каждой форме может быть разный режим управления. Вот это вот предельно важная категория регель де полис или рацио имперанди по-латыни, которую вводит Боден, обратите внимание, пожалуйста, на цитату на слайде, это предельно важная категория, которая позволяет внутри каждой формы правления устанавливать свой или варьировать режимы правления, да, смотрите, монархия, если монарх допускает к управлению, к магистратурам, к должностям всех, тогда перед нами народная монархия, да, может быть аристократическая монархия, может быть абсолютная, другой вопрос, что. Вот, то есть здесь Боден критикует сам концепт смешанной формы, формы должны быть чистыми, смешанная форма это недоделка, недоработка, ее надо дорабатывать и приводить к какой-то из простых. Таким образом, мы видим, что государство опознается Жаном Боденом как нечто иное, что я имею в виду. Для него государство еще непривычно, он еще не очень понимает, что с ним сделать, еще нет достаточно языка для разговора о государстве, и он использует категории частного права, чтобы говорить о чем-то уже принципиально ином, и это видно, в его тексте есть ряд точек напряжения, таких моментов, когда он вроде бы хочет говорить о суверенитете, а у него не выходит этот разговор до конца. Может быть, стоило взять инструментарий теолога, но тогда Боден не был бы, конечно, Боденом. Он осмысляет через государство все, и домохозяйство, и семью, индивиду он не осмысляет практически вообще. Вот. Но в результате у нас получается первая в истории политической мысли такая этакистская, светская, политико-правовая концепция. Первый раз, когда государства пытаются осмыслить само по себе, как некую вещь в себе. Спасибо.